Всем привет, Блендер 2.91. В начале ролика вы видели картинки, это кисти, которые я делал именно для работы. Сейчас я их отдаю. Там с разных ресурс, программ, прически где-то находились и все это дело делались имумы кисти. Так что кому нужна, ссылка в описании. И вопрос этого ролика будет состоять вот в чем. Есть Shelby. Ее конечно еще доделывать и доделывать. Но вот я начал пока стекло сделал и ретопологию сделал вот этого именно капота. Забыл как называется. Также здесь есть двигатель. Двигатель скачан с интернета. Ну в принципе трубы это от двигателя. Просто отделил, передвинул. Что еще тут есть? Если вот отделил я стекла. Сейчас найдем их. Так это седьмое стекло. Девятое. Так какая тут включенная. Вот куб 0.5. Получается вот так вот сейчас выглядит Shelby. Вот так она выглядит изнутри. Тут конечно еще нужно делать капот. Ну в смысле руль, панель, кресло вставлять и так далее. И вот вопрос у меня. Если не делать ретопологию, полностью сетку не переделывать от этого корпуса, можно ли это все дело сгладить, чтобы вид стал нормальным? Давайте пробовать. Первый вариант это выбираем корпус. Я цвет включу, чтобы виднее было. И вы видите, что вот эти вот полигоны тут на сетку корректировать. Более-менее выравнивать. Все это дело конечно нужно сделать. Но, как говорится, не хочется. Что делаем? Делаем правой кнопкой мыши. Шейдер Smooth нажимаем. И попробуем. Вот если у вас автосмут не включен, то будет выглядеть вот так вот ужасно. Включайте автосмут. И если вы ползунком здесь будете регулировать, то вот происходит сглаживание. В принципе, вот уже более-менее симпатично становится. Но есть моменты. Вот тут еще нужно делать отдельно бампер. Эту часть использовать как заготовку. И по ней уже делать ретопологию. И моделить бампер полностью с переходами и так далее. Эту часть потом бампер будет удаляться. Также хочу сделать ретопологию. Отбить крылья отдельно. Дверь отделить, чтобы она открывалась. Ну, словом, корпус нужно немножко переделывать. Ну, вот обмануть захотелось это дело. Это вот первый вариант. Так, теперь, если все это дело вернем назад. Какой еще есть вариант, да? Это значит, опять же, корпус мы выбираем. Ставим автосмут. Ставим 180. Опять у нас получается вот такая штукенция. И заходим в Edit Mode. И выбираем весь корпус. И правой кнопкой мыши назначаем... Назначаем... Так... Так, назначаем... В эджах Mark Sharp, допустим. И вы увидите, что... Ну, то же самое получается, если еще понизить вот как-то вот эту автосмуту. Вроде еще что-то происходит, но не настолько... Как сказать... Не то, что хотелось бы. Так, вернемся назад. Пробуем еще один вариант. Вот этот мне больше нравится. Выбираем корпус, опять же. Заходим в Edit Mode. И выбираем, допустим, английская A. Опять же, правой кнопкой мыши. Так, здесь почему-то у меня перестало появляться. Look Tool. Так, ну давайте в эджах тут найдем тогда. Mark Sim включим. И вот порежем, как вот под развертку. Теперь, что делаем. Отключаем автосмут. Заходим в Object Mode. Вы видите, что машина, опять же, уже не так хорошо выглядит. И заходим в модификатор и попробуем вот этим модификатором Edge Split более-менее ее подкорректировать. Вот здесь она уже выглядит прям хорошо. Если мы сейчас еще где-то понизим сглаживаемость и прибавим. Вы видите, что ребра выделены. Единственное, вот здесь полигоны переделать. А так, в принципе, неплохо она и выглядит, машина. В принципе, ненормально. Да, вот этот вариант более-менее подходит. Ctrl Z, Ctrl Z. Отключаем. Так, как вот если Ctrl Z, это на шаг вперед вернуться, а Ctrl Z на шаг назад. Как убрать вот эти выделения? Так, шарфсмут. Вай материал почему-то перестал у меня тут появляться. Под правую кнопку мыши должна была быть. Так, теперь Edge и находим Clear Sim. Снимаем вот эти все ребра выделения. Еще один давайте вариант рассмотрим. Это значит модификатор с мут коррекция. В принципе, он тоже неплохой. Вот тут мут. Вот вы можете понижать. Более он сглаживается. Но полигоны все равно видны. Вот нужно все это дело как-то исправлять. Так, теперь еще он прибавляет. Здесь уменьшает, сглаживает. Пятерку, если реперят. Реперят вот эту меньше чуть-чуть. То более-менее так островато выглядит. Фактор сглаживания вот так. И вот в таком духе. Ну, плоховато, конечно. Но система рабочая. Так, это отключаем. Какой вариант? Давайте рассмотрим на примере капота. Вот капот. Он уже после ретопологии. Вот такая у него сетка. Я его переделывал полностью. Так, теперь мы его выбираем. И попробуем на нем все эти сглаживания. Шейдер смут. Вот сначала так плохо выглядит. Опять же нажимаем авто смут. И вы видите, после ретопологии капот выглядит вообще гладко. Вот такая штукенция. Кто-то говорит, что сначала делается корпус. В принципе, можно пролепить даже в любой программе. Даже в блендер вы лепите корпус любой формы. А потом по нему уже делаете ретопологию. И сетку потом выравниваете, как вам надо. Ну, тоже как вариант. Сначала сделать болванку. А по болванке уже все это дело поправлять. Сетку делать нормальную. Когда вы увидите, что... Как выглядит ваш уже, допустим, агрегат, машина. И по ней проще уже сетку как-то делать. Нежели вести ее, допустим, по рефам. Ну, тоже как вариант можно и так делать. Вот такая попытка сгладить шелби. Один вариант все-таки хороший оказался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...